Очередная порция пропагандистской несуразицы. Делают очень хорошо и качественно. В попытках то ли поднять боевой дух на фоне тревожности за Белгородскую область, то ли запудрить мозги простым крестьянам, кремлевские пропагандисты решили стряпать новый материал в стиле традиционного победобесия. Соответственно, поскольку нечего показать, они увлеклись вот этими информационными войнами, думая, что это как-то заменяют реальность. На сей раз воспевали российскую авиацию и мастерство отечественных пилотов. Судя по подписи к видео, пропагандистам не дает покоя подготовка передачи Украине истребителей F-16. Поэтому они решили показать, у кого лучшая техника. А истребители могут быть? А танки? А хаймерсы? А дальнобойная артиллерия? А Storm Shadow? Все казалось невозможным, а также атака на Белгородскую область. В сети разлетелось видео, где истребитель из серии Су, предположительно Су-27, совершает почти вертикальную посадку на палубу корабля. Зарубежная аудитория заценила данное видео. Начала живо обсуждать и сопоставлять наш Су и их F-16. Пока, судя по комментариям, перевес не в пользу F-16. Пусть так и думают. Трюк, конечно, впечатляющий, но, как всегда, есть один нюанс. Как оказалось, видео, которым хвастались пропагандисты, часть компьютерной игры DKS World. Поэтому они для, вот в этом случае, для поддержки духа российской армии, они вот уже используют вот такие вот игры. То есть они понимают, у них ужас вызывает тот факт, что Украине все-таки передаются самолеты F-16, потому что они понимают, что это такое. Если, тем более, там будут укомплектованы самолеты в нужной комплектации, то есть с дальними радарами, то по разным оценкам 50 этих самолетов плюс топливозаправщики с полностью готовой инфраструктурой наземной, это практически России не оставляет никакого шанса российской авиации над небом Украины. Грустно. Это очень просто грустно на самом деле. И так не хочется, чтобы это было так. В Ютубе есть видео полетов и использованного пропагандистами Су-27 и других российских истребителей. Су-33, к примеру, приземляется также. После уличения российских СМИ во лжи, видео они удалили, но интернет все помнит. Неправильно мы реагируем на то, что произошло. А вот одна из пропагандисток, работающих на Владимира Соловьева, видео так и не удалила. Все потому, что красиво. Пока неправда обойдет три раза земной шар, правда только дойдет половину земного шара, как-то так. То есть, а правды не всегда интересно слушать. Это раз и второе. Ну где это будет опровержение, что это было вранье? Ну в каких-то двух каналах, да. А когда она идет массово, она где-то может и сработать. Это в действительности есть, но плюс оно красиво и интересно сделано. То есть, все-таки российская пропаганда, тут следует отдать должное, она у них очень профессиональна, она у них интересна. Да, это вам не Советский Союз с его унылым бубнижом про социализм и строительство коммунизма. Ну ладно, если компьютерную графику воспримут за правду, но есть еще один вопрос. Просто объясните, куда эта легендарная Сушка приземлялась? На палубу какого корабля, если единственный авианосец Вооруженных сил Российской Федерации, адмирал Кузнецов, на ремонте? Не беспокойтесь за нашу армию, с ней все в порядке, она развивается. Но плюс за старание и то, что видео украли из российского авиасимулятора. Приукрашают реальность на видео не впервые. Ту же компьютерную графику использовали, к примеру, в 2018 году в сюжете про погибших в Сирии россиян. Для иллюстрации прицела снайпера использовали кадр «Арма-3». Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. А в 2017 году Минобороны Российской Федерации выдало кадры из компьютерной игры за фото якобы сотрудничества США и ИГИЛ. Видео из Byte Convair Studios, которым россияне все проиллюстрировали в сети, на тот момент гуляло уже почти два года. Это знаете, как в том анекдоте «Не стреляйте пианисты, он играет как умеет». Ну вот умеют они придумывать фейки, вот они ими пользуются, учитывая то, что показывать-то нечего реально. Но кражей видео из одних компьютерных игр у пропагандистов не обходится. К примеру, в феврале этого года пропагандисты так решили не заморачиваться, подбирая видеоряд в доказательства мифа о мощи второй армии мира. Сосклепали победную новость на основе видеоработы сил специальных операций вооруженных сил Украины. Боевые подвиги пропагандисты присвоили некому якутскому стрелку. Ну понятно, что они как-то хотят подпитать эту пропаганду, потому что все равно найдется какое-то количество людей, которые в это поверят. И это только несколько примеров оригинальной работы кремлевских рупоров. Но учитывая объем пропагандистского шлака, таких шедевров – тьма. Продолжение следует...